Глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги, представляю вашему вниманию работу группы авторов отделения головы и шеи, НИИ онкологии имени Петрова. Тема многогранна и мы ее сузили до ультразвукового уявления инвазии и планирования лечения опухоли лица. Из всех пролеченных пациентов с базарно-клеточным раком кожи области лица в 24% имелись рецидивные опухоли после однократной госпитализации в различные лечебные учреждения города. Кроме того, 7 из которых ранее выполнялось 2 и более различных вмешательства. В случаях рецидива заболевания, как правило, опухоль имела мультифокальный и разнонаправленный рост, границы которого не имели четких очертаний. Для уточнения распространенности процесса выполняли ультразвуковое исследование в зонах предстоящей операции. Точное определение распространенности и глубины поражения служило основой для выбора оптимального способа лечения. Наиболее сложные опухоли инфильтраты формировались в области глазницы и в области наружного слухового прохода, что представляло непростую задачу при планировании операции в данном случае. И ультразвуковое исследование в этих случаях имело особое значение. Так, в похожей ситуации ультразвуковое сканирование позволяет визуализировать участки передия слухового прохода. Это головка нижней челюсти, слуховой проход, капсула сустава, а также опухоль, которая имеет достаточно сложную форму с различной длиной и глубиной инвазии. И справа у нас пояснительная схема и ниже представлен вариант планирования операции. В данном случае это криодеструкция, аппликаторы – это традиционный подход, криозанды – это уже новая технология. На этом слайде идет установка криозандов под сонографической навигацией. Сейчас будет демонстрация, как очередность заморозки опухоли. Начинаем всегда с самой глубокой части опухоли, так как ледяной фронт, за нее ультразвуковые волны не доходят и невозможно визуализировать. Далее идет более поверхностная заморозка опухоли, а уже более поверхностно расположенные опухоли подлежат традиционному лечению аппликаторами. Доказательства этого ультразвукового исследования позволяют четко у нас визуализировать непосредственно сам криозонд, так же и формирующийся ледяной фронт. Эти криозонды выглядят на фотографии, так они выглядят в реальности. Эти криозонды имеют достаточно сложное строение с пространством глубокого вакуума, каналами подачи, каналами возврата, что вызывает уважение у отечественных инженеров. Работа криозондов невозможна без подключения к данной аппаратуре, которая имеет не менее сложное строение, так же разработанное отечественными производителями. Вот это демонстрация пациентки после шести месяцев и ультразвуковое подтверждение отсутствия роста опухоли. Таким образом, дооперационное ультразвуковое исследование позволяет четко определить топографию опухоли, а также в режиме реального времени провести пункционную криодеструкцию. И благодаря сочетанию ультразвукового исследования, а также современных малоинвазивных пункционных технологий, позволяет снизить частоту рецидивов заболевания в разы. Благодарю за внимание. Спасибо. Спасибо.